всем привет вы на канале пиратская жизнь ну что экскурсия начинается как я говорил мы славы были пророческими мы в автобусе первые на накатал единственное сейчас сначала забрали на нас из района сахаль хашиш теперь будут собирать всех остальных часа 2 круто даже еще кому-то в тюхо обалдеть мы едем на обзорную экскурсию по кургайзу можете все имейте ввиду она начинается очень рано 8 утра длится до двух часов дня и 828 человек на 20 утра в общем чек стоит 6 долларов брали моему турагента на турбеке туры короче у главного по разводу кроликов нас развели точнее не меня лавана у меня клянчу я хочу на экскурсию обзор на него я вообще не могу я должна посмотреть а вот и он меня вытащил девочки девочки я за 15 минут сделала все свои женские дела что надо вот еще и толкана нету вот видишь еще вообще так что я герой 8.00 завтракать мы пошли вообще 7.20 то есть за 40 минут и поели и попили и все-все-все сделали и я даже еще душу почистила губы еще на кресле вот видишь и автобус и плюс два часа туда два часа обратно потому что все должно развести вот так так что мы сейчас едем на экскурсию как тебе говорю комфортабельный такси такси да правда едет оно очень медленно два часа туда два часа туда за комфорт надо платить ладно короче я надеюсь мы сейчас это будет повеселее вот но просто имейте ввиду что как бы в многих странах обзор на экскурсии они вообще бесплатные потому что в принципе будут возить скорее всего я так думаю по магазинам которые все проплачено да то есть будут там знаете сядь посадят всех рядочек даже потом посмотрите практически я ванкую а вот поставить всех рядочек раздадут всем какие-нибудь пробнички это средство от всех болезней вот сюда помажешь морщинки размажутся вот сюда помажешь животик тянется а вот сюда помажешь геморроя не будет так что мы таки морой игр средства антиболезни для смотрела саши танец об этом она короче купила средства какой-то там от морщин там оказалась мазь от мороза то есть это говорится специальное средство не делаю интернете лайфхак да это мазь которая геморроя она помогает и от морщин вот я говорю у них тоже будет универсальное средство от геморроя от морщины и лифтинг эффект я в принципе чего логично это кожа же все ладно очень короче ждем в принципе ребята все мои пророчества сбываются 8.54 мы еще добираем туристов я думаю еще где-нибудь часик примерно будем собирать но в целом знаете сейчас проезжаем красивые такие отели вот мираж мне понравился еще тут один был по-моему титаник вот такой очень красивый такой отель со статуями вот здесь тоже смотрите как красиво это отель мираж стоят такие баранчики вот хоть посмотрим отель и другие такие есть но имеете ввиду то есть часа два собирает у всех потом часа два разводит а сама экскурсия дай бог часика два-три так вот проезжаем алибаба пэлэс алибаба 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 тут вот здесь прям такие по-серьезки прям такой парк такой большой 40 разбойников сейчас как убегут более менее современную часть города посмотрим старую часть города погуляем по набережной у нас три официальных набережных. Вот по самой нарядной из них мы погуляем с вами. Посмотрим на мечеть. На такую самую большую, самопредставительную мечеть. Очень красивую. Мечеть я смотрю сейчас только снаружи. Из-за ограничений коронавируса нас вовнутрь не пускают. Но она и снаружи очень хороша. Еще у нас с вами музей под открытым небом. Музей песчаных фигур. Называется Сэнд-Сити. Вот в него мы прямо сейчас и едем. И будет еще у нас магазин масел и торговый центр. Поговорим немножко о Египте в целом. Чуть-чуть успеем, потому что сейчас мы уже будем в музее, но немножко успеем поговорить. Египет древнее государство. Мы все чуть-чуть помним про Египет. У нас школьный курс с историей, но с этого и начинался. Сейчас официальное название страны Арабская республика Египет. Площадь чуть больше миллиона квадратных километров. И население 105 миллионов человек. Было бы легко посчитать среднюю плотность, да, разделить 105 на 1. Но смысла особого в этом нет, потому что население очень неравномерно распределено. В Египте почти 90% территории занимает пустыню. И, в общем, понятно, да, что люди живут в основном только там, где есть вода. То есть вдоль Нила, в дельте Нила, по северному побережью, там, где Средиземное море. И здесь вот у нас восточный берег, Красное море, тоже мы здесь как-то живем. За счет чего живет Египет? Самая распространенная точка зрения, что Египет это в основном туризм, 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 да? Ну, а? Фрукты, овощи. Хлопок. Ну, хлопок тоже, да, да. Нефть. Нефть. Еще какие варианты? Фрукты, овощи. Сельское хозяйство. На самом деле, да, сельское хозяйство одна из самых доходных отраслей. Меня это очень удивило в свое время, потому что плодородной земли действительно очень мало. Но за счет кримата собирается несколько урожаев. Если говорить про овощи, собирается несколько урожаев в год. Фрукты, всегда есть какие-то сезонные фрукты, то есть тоже круглый год что-то выращивается. Сейчас вот зима начинается, пошла уже клубника. Апельсины, мандарины. Весне будут яблоки, персики, арбузы. Арбузы здесь весенние. Ягода, да, весенние. К лету будет опять манго, гуава, инжир, финики. Ну, то есть круглый год, круглый год что-нибудь доворащивается. Причем выращивается и для собственных нужд, и много экспортируется. Я думаю, что у вас тоже есть какие-то и овощи, и фрукты из Египта в магазинах, да? Картошка есть египетская? Да. Нету? Нету? Вот это? Есть. На самом деле мне сказали, что в фестивале фигур из песка по многих странах проводится как сезонное мероприятие, то есть до первых дождей. У нас дожди бывают очень редко, и у нас для этих фигур из песка большая опасность представляет сухой воздух. Они быстрее рассыпаются просто от того, что пересохнут, чем от воды. Поэтому наоборот их здесь все время сбрызгивают, увлажняют, чтобы они держались, не рассыпались. Так, у нас первая остановка, это музей песка, музей песочных фигур. Все это сделано из песка. А как это? Это не музей песка, а песочных фигур. Фигур, да? Да. Вот здесь. О, кто хотел? Кирамида, да? Да, да, да. Где? А, ну да, к сфинксу. Так, все сделано из песка исключительно. И как она сказала, что здесь она все держится уже более 7 лет, потому что здесь... Давайте попробуем. Ну, сколько клеммат? Да. Смотрите, туалеты у нас там, и там, чтобы очереди не было. Вот, корченку. Соки вот вам приготовили. Два стакана, 3 доллара. Мороженое тоже 2. Мороженое в 3 доллара. Миного благополучия, супружеской верности. Кому все это принципиально, пожалуйста, сфотографируйтесь на фоне этой. И сиганах. Можно проходить. Счастья. Спасибо. Обычно вот так идем. Вот так вот посыпался с этим. Вот, пирамида. Пойдем. Счастья. Все, мы сейчас пришли к пирамидам. Вот, пирамидка. Да, он, смотри, он сфикс. Слушай, это все из песка. Да? Ну-ка. Ай-ай-ай-ай. Точно из песка. Вот здесь же и верблюд, смотрите. Слушай, классно вообще сделать. Сдавно, да? А вот, смотри, реально, вот тебе пирамида. Че приезжать-то? Вот тут пирамиды. Вон, видишь, люди уже сфоткаются. Вот мы, считай, на пирамиду приехали. Дорогу нам надо просто сюда было перейти. Да? Пакс-баню он. Да, тут еще детские чебурки есть. Вот здесь, как красиво. А, ты видишь? Слушай, это реально все из песка все сделал? Да. Хочется прямо, ты знаешь, проверить. Тык-тык-тык. И ведь и не распадается тоже, смотри. Вон, этот, Цезарь, что ли? Ага. Спарта. А здесь, наверное, какое-то шоу проходит. Смотри, как красиво, да? Да. Слушай, ну вообще классно. Блин, я даже не ожидала, что здесь такая красота есть. О, а он там, смотри, тоже. Видишь? Детская. Где тут детская? Вован интересуется, где детская анимация. Я только видал, вон там зайца. Зайца. Прям вообще. Смотри, как красиво. А, смотри, здесь Борельев какой сделал. Да. Вообще. Супер. А вон там, кстати, индийский бог Ганеш. Это этот. Индийский. А, это, 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 это Наполеон. Да. Буанапар. Вот тебе пирамида. Все, Вова, пойдем фоткаться. Да. Будем это делать, фотки. Пирамида, да? Ну, слышно, супер. Как это красиво. Причем, смотри, разных цветов, видишь, сделано-то. И белое, и желтый песок-то. Вообще супер. У тебя еще и пирамида. Да. И ящики. У меня супер. И ящики. Слушайте, очень красиво. Хоть песочек посмотрим. А вот, смотри, мне очень нравится. Тут сделано. Видишь, как исторические. Да, типа это. Али-баба и сорок распространенников похожи. Ничем. Так и есть. Да, что, видишь, даде скроется. Пять. Несколько, да. Али-баба. Супер. Али-баба, али-дед. Как она сказала, постоянно делают какие-то фигуры. Вообще, делается уже семь лет. Вот, кстати, да. Вон, что-то. Империя Османов, Султана Мехмеда. Мехмеда, да. Нет, ошиблись. Ну, почти. Вот, смотри, из трех видов песка сделано вообще здорово. Ламасу. А-а-а. Небесное существо. Существо. Вообще, супер. Ведь реально все это дело. Прям супер. А эти, видимо, китайцы-то что-то? Нет, это... Нет, это, скорее всего, что-то будет. Это делается. Видишь, это как каркас. В смысле каркаса, это... Короче, вот это все снимут, и будет там статуя. Да, там будет делать что-то. Там пенсионный. Тоже красиво. Смотрите, как. Все супер. Это не система, это порно. Да, это уже 18+. Супер. Не, ну как это все классно, масштабно все это сделано. Да, вот это что-то будет. Да, я думаю, что там будет такое. Те, какие-то все. Да. Не, не китайское, я тебе говорю, это просто... Ну, судя по фигуре китайское. Ну, больше может. Там какой-то как, типа, мудрее. Серьте. Супер. Все, сейчас пойдем в фотосессию устраивать. Фото... О, а вот здесь, смотри, тритон. В одном нормальном. Классно. Вообще супер. Не, красиво вообще. Реально очень красиво. А это индийский бог, Ганеш. Ну. Не, очень красиво. Супер. Вот, мне это нравится. В общем, вот такое вот место. Прям очень атмосферное. Очень классно. Супер. Неожиданно. Неожиданно классно. Супер. Викинги, да. Вов, здесь круче, смотри. Здесь волк, волк с этим. Волк, заяц, волк, заяц, волк, волк. О, Галливуд. Что, давай сфоткуем. Типа ты был в Галливуде. Этот, как его? Да. Кстати, сейчас это, примерялись с фотографиям, чтобы вот получилось пирамидка, которая держится. Там особая техника нужна. Перспектива. Сейчас он тоже пара, мужчина, женщина тоже, она пыталась, чтобы держать, типа, пирамидку. А у нее не получалось, потому что... А я поняла сразу, как надо фоткать. Вот, красивые фотки получили для Инстаграма. Питер Пен. А, это этот. Летающий. Кинг-Конг. Ага. Кинг-Конг? Летающий Кинг-Конг? Да. А это... Пипи. А, железный. А я его. Айронмен? Ох ты. О, здесь тоже классно, да? А, это трансформеры. Трансформеры? Ох ты. Только что это, что это? Женщина-кошка, я смотрю. Этот, как его? Этот еще, как вам? Блин. Как вам? Это женщина-кошка, а это Бэтмен, да, точно. Бэтмен. Hello, Kitty. Это трансформер. Ага. Кто это такой охренелый? Трансформер, знаешь? Да. Да. Бамблби. Это не Бамблби. Нет? Человек-паук, вот тоже, смотри, Спайдер-мен. Все супер. Классно. О, здесь, конечно, можно подольше погулять-то. Как-то у меня часик. Тоже Айронмен, Супермен. В общем, тут все. Стас, Гена, Дюша, Метелкин. Все тут. Супер. Не, классно, как это все сделано, вообще. И вот прям не верите, что это все из песка. Прям огонь. Я говорю, даже не верите, что это все из песка, да? Класс. Класс. Из красного. Ага. А здесь что-то уже обрушивалось, разрушивалось. Здесь были эти монстры. Монстры, да. Да. Корпорации монстров. Корпорации монстров, да. Вот она, как раз. Угу. Они, видите, все обрушиваются. Потому что, к сожалению, это все недолговечно. Останавливают. Угу. Так вот. Тоже. Синдбад. Эти машинки. Угу. 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 Находит этот музей рядом с этим, с Альбатроссом. Отель Альбатросс. В общем, кто в этих краях, имейте ввиду, рядом у вас вот такой классный музей. Магик Сэнд Сити музей. Неожиданно. Хе-хе-хе. Пик Альбатросс, по-моему, так называется. Все. Сейчас уезжаем. Массийские. Сами, наверное, понимаете, да, и представляете, и помните, что это было, все стало. И потом, что еще у нас интересно? 20-й год, да, добил все, что еще теплилось, все, что еще было живо. Ну, и 20-й год, по сути, еще не закончился. Все, это еще пока у нас непонятно, что происходит. В общем, с туризмом, сами понимаете, да, в Египте не очень легко было. Ну, будем надеяться, что все потихонечку трясется, все наладится. И все образуется. Не будем заглядывать и впасть. Да, опасно, не опасно, не разбираясь. Вот наш аквариум. Здесь у нас поселок, вилла. Поселок называется Магавиш. А здесь был раньше отель Магавиш, один из самых первых, самых старых отелей. И вот два с половиной года назад сеть отелей Риксес выкупила этот отель. Здесь были одноэтажные шале, старые такие развалюшечки. Все они отобрали, зачистили и построили корпуса своего отеля нового. И 1 марта этого года состоялось открытие. И есть у нас теперь отель Риксес Премиум Магавиш. Очень приличный отель. Они смело себе рисуют семь звезд. Семь. Смешно, вы еще не знаете, сколько оно стоит. Сейчас не будет так смешно. В общем, когда они открылись, я смотрела на блокинге цены. Самый дешевый номер здесь стоил 400 долларов в сутки. Сейчас, я смотрю, дешевле, чем 600 долларов, они ничего не предлагают. То есть самый дешевый номер на сегодняшний день здесь 600 долларов в сутки. Обалдеть. А, уже не смешно, да? Уже не смешно она. Ну это семь звезд. Вы знаете, да. Когда еще строился отель, мы думали, будет ли на него спрос. Все-таки Египет. Но в основном люди с собой демократичными вариантами отдыха едут, да? Нет, есть спрос. Еще до официального открытия в феврале уже начали раскупать. И сейчас там прям хватает. Хватает гостей. И у нас, когда бывают на экскурсии гости из этого отеля, они говорят, конечно, да, очень приличный отель. Все очень достойно. Номера очень просторные. Современный дорогой мебель. Пляж шикарный. Огромный. Ну, как у всех старых отелей, да? Когда еще не так дорого стоила береговая линия. Пляж большой. Белым песочком подсыпан. Вход в воду идеальный. Территория вся без питания. Просто там сложные изыски и навороты. Ну вот, стараются ребята отрабатывать свои денежки. Так что, если на следующий раз у вас будет желание отдохнуть с шиком, нам теперь есть что вам предложить. Ну, вам надо больше кушать. Да? Просто не надо. Вот тут одна дама говорит, ну да, я могу часа на три туда заселиться. Шикануть три часа, да? Часа на обед туда заселяться. Да, верно. От тебя будет бомбить, девочки. Презли короче на фоблику. Здесь у нас масло, духи. От всех болезней. Просто от всех. Просто выпили ложку масла и все. Выпил и печень отвалилась. Нет печени, нет проблем. В общем, вот такое место везда. Типа нефертити. Какой-то салон. Сразу говоря, все это можно купить намного дешевле. Короче, сейчас будет это. Причем, видите, привозят исключительно кроликов. 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 Исключительно привозят кроликов из отелей и от турфирм. Именно. Котики. Кто-нибудь тут берутся? Вот. Так что, можно купить дешевле. В общем, как всегда. Вот все, как всегда. Вот привезли в такую комнату. Всех рассадили. Будут слушать. Бутылочки, которые лежат обязательно сертификации. Сертификаты вы найдете на этикетках бутылок и в торговом зале на стеночке. Обращаю внимание, бутылки стеклянные. В стекле масла хранятся до двух лет. Причем, не обязательно. Ну, просто остальные масла будут в двух словах. Итак, чем же это масло так полезно, что про него в Коране написано, что это лекарство от всех болезней. Слышали, наверное, да? Кроме одной смерти. То есть очень широкий перечень заболеваний, которые это масло лечит. Это заболевания сердца. Это сосуды. Повышенный холестерин. Гипертония. Заболевания желудка и кишечника любые. Включая такие серьезные, как язва, желудка, язва, 12-версные кишки. Заболевания репродуктивных органов и мужчин, и женщин. Включая бесплодие. И еще важный момент. Это масло стимулирует выработку хлеба костно-глевая сыр, дерматин. Это очень просто для этого масла. Но бывают такие тяжелые заболевания, как экзема, псориаз, дают очень хорошие результаты. Глебки, кожная аллергия, чековая лапеция и так далее. Но в случае кожных заболеваний много заболеваний. Я это сделала специально, чтобы вы поняли, что масло это работает не как таблетка. Таблетка как? Мы выпили от бронхов, стал болеть желудок. Стали пить от желудка и вовсе пособили печень. А здесь цепочка другая. Мы начинаем лечить что-то одном, и на иммунном уровне мы восстанавливаем весь остальной организм. И вот я хочу, чтобы вы мне не верили на слова, что там это лечит, это лечит, это лечит. А поняли, почему оно лечит. Вот будет вам делать нечего на пляже, Леша, да? Откройте интернет и наберите. Масло уже живое. А демочки говорят, что очень хороший опередник. Вот так вот делаю. Вот так вот и делаю. Оно носик. Вот такие сказали девочкам. Так мальчикам тоже они как пенку для бритья используют. У меня вот здесь пенка. морщины у вас что нет у нас вот эти таблетка для детей, это для запоминающихся, мы показываем, как она выглядит, да, чтобы вы уделились, когда вы уделились. Вот такое. То есть это не гель, прозрачная алоэ вера. Мы добавляем туда вчеринный воск, эфирное масло, розмарин. Они усиливают свойство алоэ и плюс продлевают срок его жизни. А вот чтобы вы сейчас забираете, мучаетесь, не смешивая в египетском солнышке, мужчины после 45 лет 50%, после 60 лет уже 80% их подтверждены таким заболеваниям, как простатит, аденома, предстательной железы. Если вы, жены, хотите пронить здоровье здоровому мужу, да, просто заправляйте салат маслом семян тыквы. Это будет профилактика таких заболеваний. Если же в муже заболевание имеет место быть, то тогда проконтролируйте, чтобы у вас не получаете ложки масла тыквы, берут еду и натощадь, это лечение. Есть масло и салат. Много бодринговых элементов, которые полезны именно для... Помазали чем-то джадор-диор. Чертовский брюк, не убегайте. А я буду чертовски, хороша. Жадор-диор. Ну что, как? И второй аромат для мужчин называется султан. Попутьте немножко султана. Ну как? Ну как? Ну да, понятно. Это известный бренд. У меня нету ковидов. Я как говорила, вот-вот-вот-вот, ты не чувствуешь меня, не знаешь, что меня. В общем, ребят, все то же самое. Вот реально стандарт халяв, пробовали, попробовали чуть-чайно халяву и помазалась. Там, короче, дофига этих, как говорится, консультантов просто огонь. Вот. Их там нет, там, по-моему, с собой каждому турику. Парень, 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 не она прям спрашивает обо дна или нет? Ты понимаешь, если их двое, чтобы двоих сразу пасти. Они реально пасут, они не хотят, чтобы, во-первых, снимали цены, это раз. То есть я как бы достала там все телефоны, я пыталась хотя бы сделать пару фоток. Нет, у меня она отстала и за тобой пришла. Да, вот так и женщин взял чаще. Ой, милый, купи меня. А я же такая. Вот, короче, просчет. В общем, цены такие завышенные. 160 долларов стоит литрового масла, конечно. Вам нужен только литр на курс. Типа, не делал скидку 50 процентов. 50 долларов в день. Вот, но, имейте в виду, что, в общем, очень дорого. Сюда, к этому центру, видите, как кроликов, вот автобусами целыми забвозят. Да, 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 да. Вот здесь, как всегда, от всех болезней, от всех болячих. Вот и прочее, просьба, в твоем муха прилипла. Господи. Вот, в общем, честно хочу сказать, я слышал, что вот про этот масло черного тмина, оно стоит намного дешевле в городе. То есть здесь оно стоит, даже со скидкой 50 процентов, оно стоит 80 долларов. Виде, кстати, я заметила, такие цены, вот, как это, это до 160, да? Ну, от этого типа еще, да, замесились от объема. Вот, соответственно, чем больше уберет, тем больше, как бы, скидка. Вот, 37, потом 47, потом идет, так, 47, 52 и 60, потом 160. Ну, в общем, честно, девочки, я пыталась поснимать, но там прям вот вообще не дают, там чуть ли не опять телефон вырвать, да. Там девочка маленькая, да, стоит хвостик. Да, приставят хвостик. А вот, ну, я сделала несколько фотографий, можно зайти ко мне в инстаграм, посмотреть. Честно, хочу сказать, знаете, вот я не верю в это все, даже вот с мужчинами тоже сейчас обсудили. Говорит, вот приезжал в Тайланд, что-то там, как стирали, стирали, по поводу то, что вот будете видеть хорошо там, ля-ля-ля-ля. Вот, через 5 минут эффект очки снимете. Это, короче, он говорит, выпил, вот, что-то стоял, стоял, да-да-да-да, я потом вот так втачки, вот так на глаза. И такой, консультант охренел и убежал. Короче, не действует ни хрена. Может быть, конечно, благотворно, всякие масла действуют на организм, но не с той степени, как они это преподносят, понимаете? Все это прям аж панацеей от всех болячек. Нет, конечно же, нет. Так что, знаете, лучше всего сходить и проконсультироваться у врача. Что прям вау, и сразу. И вот духи, которым мне сделать, нормально. Вот твои, каких говно. Мне не понравилось. Ну, вот какашка, какашка. Вот, так что, кто хочет, заходите. У кого достаточно много денег, хотите, покупаете. Типа, здесь лучшее качество, лучшее, там, туда-сюда. Но я знаю, что в городе это намного стоит дешевле в разы, в разы. Реально, там вот это, черный админт, там максимум 20 долларов будет стоить. И то, мне кажется, дешевле. Но уж никак не 80 местных аптек. Да, конечно. Да, 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 да. Вот я там тоже там сделала фотографии, показала вам. Просто почитайте от чего и приходите в местную аптеку, в которой мы были, в Сензамоле, да. И все, и там можно это все купить. Так что, думайте правильно, решайте правильно. По сути, все эти экскурсии, вот эти вот обзорные, да, они как раз и призваны для того, чтобы возить туристов, кроликов вот так вот завозить, да. Да, вот. Ну и, соответственно, разводить их на бабло. Потому что, как, ой, вы, наверное, первый день, там, ля-ля-ля-ля. Ну так, я вам все честно рассказываю, мы в таких местах ничего не берем. Поначалу, когда мы только начинали путешествовать, мы, конечно, брали, верили во все эти чудо-действияные средства, примочки, макия, макия, что я делаю. Ой, ну да, эти типа бумага. В общем, думайте сами, решайте сами, но лучше всего проконсультироваться своим лечащим врачом. Всех любим, всех целуем, едем в следующее место. Обязательно смотрите в следующий выпуск. Всем спасибо, всем пока.